Приветствовать вас, мои дорогие, мои хорошие и уважаемые мной, мои зрители. Ну что, день сегодня обещает быть хорошим. На небе ни одной тучки. Если вы видели, что вчера творилось вечером, то сегодня ни одной. Труба стоит, никуда не делай за ночь. Я уже утречком, смотрите, сбегала к соседям, потому что абрикосы оказались только на их стороне. Они падают и ничего с них не делают. Я говорю, почему вы не кушаете? У нас свои есть, у них такая волыка, правда, абрикоса. Поэтому, смотрите, я нарвала целое ведро абрикос. Есть уже такие более спелые, видите, вот эти, вот это будем кушать. Вот видите, такие мягкие прямо. А так вообще нужно трошки обзелень. Вот по типу вот этой абрикоски. Ну, вот эта тугенькая, красивая абрикоса и вкусная. Мы сегодня по просьбе очень многих зрителей сделаем варенье. Очень вкусное абрикосовое варенье, потому что у меня его любят. Я думала, честно говоря, что... Здравствуйте, мои дорогие, еще раз, что не будет абрикос. Очень-очень мало. А оно получилось на той стороне как-то... Или из-за сарайчика было затышно, что он, наверное, поморозил, и сколый мороз был. Или, я не знаю, ну, абрикосы есть. Жалко, что пропадают, значит, мы должны что-то с них сделать. И мы приготовим мое любимое варенье. Некоторые из вас говорят, вы делали варенье, что раздалбываешь косточку, туда вставляя в середину. Да, оно получается варенье абрикоса как с миндалем. Много очень волокиты. Но у меня варенье улетает на ура. Но если у вас это варенье постоит, например, больше, чем год, его туда кушать нельзя, потому что косточка выделяет яд. Поэтому хотите, если вы сразу съедите, ну, то есть в этом году весной уже вас его не будет, пожалуйста, приготовьте. Но у меня нет времени, честно. Технология такая точная, я обращу на это внимание, но в этом уже выдумываете сами. Все, мои дорогие, пошли, потому что работы сегодня много. Надо поехать еще с ним продукты купить на завтра. Так что мы сегодня по-быстренькому все будем делать. Еще же нужно приготовить какой-то пирог, но торт я не возьму, потому что торт, вы понимаете. Я хочу сделать маковый. Мне Валюша там просылала уже 155 раз такие красивые дрожжевое тесто, но там формировать, как красиво. Поэтому, может, сегодня мы сделаем этот пирог, чтобы, знаешь, не дай бог, не отравиться. Потому что все равно чай будем пить. Чай хочется попить и утром, и вечером. Я так собираюсь, Саша говорит, как будто на 10 дней едешь. Ну, все равно на полтора дня, но все равно нужно, чтобы было что покушать. Все, мои дорогие, пойдемте готовить варенье с абрикосом. Берем ведро. Огурчиков нету, только на салат нарвала. Все, больше нету. Слабенько почему-то зреют. Но ничего. Абрикосы-то понятно, что тут сложного ничего нету. Но, чтобы абрикоска была такая целенькая, вот по порозочке вот так вот прорежьте, аккуратненько приоткройте, вот так, и выковыривайте косточку оттуда. Чтобы не сильно открывать абрикосу. Вот так. И когда вы хотите делать с косточкой, разбиваете эту косточку, вынимаете серединку и аккуратно вставляете сюда, вот в середину. И все, вот так прижали, чтобы абрикоска у вас была целая. Хотите половинками. Я, честно говоря, уже так с практики лучше, потому что, когда мелкая абрикоса, лучше такую вот, целую. Но когда абрикоса крупная, как у меня, вот смотрите, крупная, то лучше, конечно, ее разрезать на две половинки. Чтобы было красиво. Вот видите, даже вот здесь вот поселился сосед. Сейчас мы его вырежем. Вот так вот, видите? Вы будете видеть. Потому что с соседями никто не любит кушать. Вот смотрите, вот такие две половинки прекрасные. И аккуратненько складывайте в емкость, в которой вы будете заливать ваше варенье. Варить мы его не будем. Мы будем сливать, заливать, сливать, заливать, сливать, заливать. И это будет долго. Так что приготовьтесь где-то дня три. Это все будет происходить. А может два. Если у вас есть время, остыло, закипятили сироп, залили, остыло. Ну, я, как обычно, делаю три раза в день. Больше у меня не получается, потому что отвлекаясь от то на то, то на другое. Все. Сейчас мы вот делаем вот такие прекрасные половинки с абрикос. Смотрите, целую кастрюлю начисла и абрикосы. Если взять, вы спросите, сколько нужно абрикосы. Чищенные абрикосы получается больше, чем половина ведра. Больше, чем половина ведра. То есть мы будем брать две литровые банки сахара. Сейчас мы сварим сироп с вами. Зальем это все. А потом Даня проснется, потому что Лариса на работе, у меня нет у меня миска, которая большая варила варенье. Там дырка, ну, случилось. Нет, все, не годится. А мне нельзя в такой вот узкой посуде варить, потому что абрикоса поломается. Нужно, чтобы была миска широкая. Поэтому я пойду, Лариса возьму. А пока, чтобы не темнело абрикоса, сварю сироп и залью. И пусть постоит. Сейчас горячим сиропом абрикоса пройдет, и не страшно. Потом аккуратно переложу в широкую миску, и будем варить. Значит, нам надо будет для этого рецепта сахар и уксус. Не удивляйтесь. Мы хотим сделать, чтобы наша абрикоса была такая плотненькая. Такая, знаете, чтобы берете прямо долечка была. Поэтому мы будем, мало того, что мы будем ее готовить в несколько приемов, а еще самое главное, что для того, чтобы она была плотная, мы добавим сюда уксус. Все. Сейчас я готовлю емкость и насыпаю сахар. Я насыпала две банки литровых. Не пойму, чем я такой красный цвет, а? Не знаете? Я не знаю. Что за фигня? Может, так выставлена камера на такой цвет? Ну, какой-то цвет некрасивый. Так, две банки сахара и наливаем сюда стакан уксуса. Вот так, поморосим поясок. Стакан уксуса. Не переживайте, что это будет кисло. Не будет. Будет все хорошо. Так, сейчас я... И водички мы вообще не добавляем. Вот в уксусе перемешали, чтобы... Абрикоса пустит сок свой. Все равно. И будет жидкости очень-очень много. Так что не переживайте. Пусть немножко увлажнится сахар. Это для того, чтобы не прихватило. Надо было тоже в алюминиевой заколотить это все. Ну, хорошая мысля приходит опосля. Хочется же мне красивенькая, чтобы кастрюлька была. Чтобы вы же меня не критиковали. А вы, ну, знаете, не все, что красиво правильно. Поэтому... Вот видите, уже сахар у нас почти весь мокрый. И сейчас на маленький огонь, чтобы сахар у нас растаял. Вот видите, какая важная масса. Можете... Ну, это, ну, полстаканчика давайте добавим водички. Как говорится, на всякий пожарный. Все, полстаканчик. Вот так. Все, пошла жара. Видите, уже все. Весь сахар мокрый. Сахар и вода. Это чуть-чуть влаги. Сахар уже становится весь влажным и каменным. Так, все. Отправляем на огонь и помешаем. Аккуратно, не отходите никуда, чтобы не подгорело. Должна получиться у нас жидкая масса. Ну что, смотрите, закипело. Я стояла здесь. Не бойтесь, никакой воды не надо. Оно станет нормально жидким. Если вот даже на лопаточке малюсенькие-манюсенькие кристаллики сахара, это не страшно. Мы сколько раз будем его варить, что этот сахар весь-весь растает. Но воды не добавляйте. Полстакана, все, достаточно. Так. Все. Оно у меня прокипело. Ну, я не знаю. Ну, посмотрите по консистенции вашего. Видите, манюсенькая, как пудра сахарная должна на лопатке получиться. Кристаллов нету. Просто как будто бы пудра сахарная варится. Так, эту лопатку пока в сторону. Вот сюда вот на эту нашу абрикоску. И сейчас будем заливать. Ставьте кастрюлю в такое место, чтобы вам было удобно. Чтобы никто ее не трогал. И чтобы она никому не мешала. Ну, я вам уже говорила, что я буду переливать, потому что эта емкость маловатая. Ну, а вы там уже смотрите сами. Так, у меня ручки хорошие. Теперь я беру и выливаю на абрикосу. Вот так старайтесь полить везде, везде. Она, сироп такой какой-то, знаете, как пышный получается. Пролейте хорошо. Сейчас я лопатку поменяю местом. Проливайте хорошо так абрикоску. Ой, не надо, газ не включайся. Вот так. Все это пусть выливается. И эту кастрюлю вместе с лопаткой мыть не надо. Вот так в сторону поставьте ее. И пусть она где-то стоит, потому что мы сюда будем сливать все время. Так, и теперь накроем крышкой. И пусть немножко постоит. Немножко это, чуть-чуть абрикоса должна привять. Думала, зачем мне эта кастрюля, если я буду переливать в миску, а варить сироп буду в той кастрюле. Поэтому смотрите, я полстакана воды налила, сполоснула весь сахар, лопатка ведь и чистая. И выливаю теперь то, что у нас здесь остатки, эти сюда, на абрикосу. Так, все, выключаем. Абрикосу накрываем. И на время на некоторые за абрикосу забываем. Дорогие мои, какой таз я в Ларисе взяла, представляете, какой тазище. Вот это да. Сколько можно зубов по типу золотых сделать, целую кучу. Это медный называется, или как. Вот это таз. Видите, как блестит, как самовар. Так, ну что. Потому что я уже ждала, 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 ждала. Данька, спите, спите, мне неудобно. Ну а сейчас уже 2 часа дня. Пошла, не спит уже, слава Богу. Значит, смотрите, я сейчас уже на остыла. Сейчас я его солью. Потом этой кастрюлей буду репетить. Вот видите, сколько воды. Вы посмотрите, сколько стало сока. Вы видите, сейчас я его солью. И вы увидите, полно, полно просто. Смотрите. А не было же. Вы же видели, что у нас был просто сироп с уксусом. Поэтому я говорю, что не спешите лить воду. Так, сейчас мы вот так аккуратненько. Ой, 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 тихо, тихо. Сливаем. Ох, старайтесь. Как можно больше. Так. Теперь, ух ты, налила. Видите, как плохо сделала Алла. Сейчас будет липкая и все. Но ничего, вытру. Так. Ладно, чтобы дно кастрюлей было чисто. И миски тоже. Так, ставим сюда. И аккуратно высыпаем абрикосы. Видите, смотрите, сколько сахара. Видите, что случилось с сахаром. Поэтому сейчас мы абрикосы эти аккуратно вытаскиваем. Сильно надавилось на них. И сахар остыл, вернее сироп. И получилось. Такие ячейки. Ничего страшного. Мы сейчас сюда выльем. Маленькая сильно кастрюля. Это не подходит. Такие ячейки получились. Так. Сюда выливаем вот этот вот сироп наш. Видите, где очень спелые. Вот смотрите, какие мягкие стали. Вот поэтому я говорю, что не надо такие спелые использовать. Так, выливаем сюда. И теперь задача, смотрите, какая. Вы эту процедуру будете повторять дней 5 нужно это делать. Но если вы будете часто, вы посмотрите по абрикосе. Она станет такая, как янтарная. Вот сейчас я ставлю это на плиту. И должна растопить это все. Закипятить сироп. И опять залить абрикосы. Прикрыть и пусть стоят. Мы абрикосы варить не будем. Мы будем только их сиропом заливать, пока они не схватятся. Тут где мягенькое, пусть будут пока. Потом можно будет мягкую абрикосу отобрать. Вот такую вот плотную всю отдельно. А мягкую перебить по гружным и будет такое вкусное варенье. Вы не представляете. Поэтому абрикосу берите чуть-чуть обзолонь. Обзолонь это зеленоватую. Так, все, сейчас закипит и я заливаю. Кипел сироп. И мы заливаем кипящим, хорошо кипящим, заливаем наши абрикосы. И вот эту процедуру вы, все, кастрюлю не мойте, поставьте рядом где-то и накрывайте. Эту процедуру вот делайте. Вообще, по идее, почему? Потому что, как обычно, на день 3-4 раза заливаешь. Не хватает времени. И вы должны смотреть по абрикосе. Она мягче. 10 дней, конечно, это для сливы хорошо. Мы с вами еще сливу-угорку приготовим по этому рецепту. А абрикоса, смотрите, как только она станет такая прозрачная, Все, готово. Можете что еще сделать? Можете таз с абрикосой, когда полностью остынет, ставить на огонь, прогреть, но ни в коем случае не кипятить. Прогреть, пусть остынет. То есть, прогреванием заменить одно кипячение. Но вы уже смотрите сами. Сейчас, вот смотрите, остыло, можете опять слить, закипятить, слить, закипятить. Этим вы ускорите процесс готовки варенья. Смотрите, как вам удобнее. Все, видите? Ну и постарайтесь, чтобы ягодка, вот так вот покрутите, чтобы все абрикоски были в сиропе. Ну и я вам еще раз повторю, не расстраивайтесь. Если где-то у вас будет мягенькая ягодка, не расстраивайтесь. Мы ее перебьем и будет вот такое варенье. Все, вот эти процессы я и буду менять. Просто я вам говорю, что я покажу вам уже, на каком... Вот сейчас вы первый раз сделали. Я буду записывать, сколько сливала. И когда у меня уже станет абрикоса того цвета, которого необходимо, я вам скажу. Вот я сливала 10 раз. Я сливала 5 раз. Вот чтобы вы видели. Все, мои дорогие, варенье пусть отдыхает. А мы занимаемся другими делами. Дорогие, продолжаем сливать абрикосы. Остыло полностью. Теперь придерживаем рукой и сливаем. Никакого сахара уже нет. Красивый ароматный сироп. Стараемся как можно больше наклонить, чтобы вышло сиропа больше. Так, подлезали чуть-чуть. И отправляем это все на огонь. Мы должны закипятить. Смотрите, как абрикосы меняют цвет. Видите? Там, где уже пропеклись, они такие коричневые становятся. Вот они должны все такие быть. Не надо руками разделять. Закипит сироп, мы зальем, и оно потом разойдется. Кипит, мои дорогие. Мы сейчас это все выливаем. Только, пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы не вывернуть на себя кипящий сироп. Хорошенечко проливаем. Видите, все больше и больше сока. Так, до последней капельки. Все, и ставьте, пусть стоит, ожидает следующего раза. Здесь я называю варку такого варенья. Вот хотите, то вот так покрутите. Просто игрой. Вот так. Вот так вот отлично все. Никаких ложек. Так, и накрываем крышкой. И до полного остывания. То есть, если у вас есть время, вы можете сварить это варенье за один день. Просто будете смотреть по внешнему виду. Варенье станет у нас вот такого цвета, вернее абрикоска. И она будет такая красивая, красивая. Видите, это еще сырое, это сырое. Мы не можем сейчас закрыть. Поэтому заливаем. Мои дорогие, смотрите, залила я абрикосу. Смотрите, какой она цвет. А я как она уже вкусная пробовала. Но еще позаливаю чуть-чуть. Нас не было два дня. Саша варила. В день у нее получалось три раза она кипятила. Вот кастрюлька стоит, видите. Три раза этого достаточно. То есть, самое главное, не бросайте, чтобы сутки ни разу не закипячено, может скиснуть. Поэтому обязательно хотя бы раз в день закипятите. Вкус вкуснючей кураги, но в соусе. Очень вкусно. Но это еще не конец. Будем варить. Эпопею с абрикосами. Ребята, я попробовала, вот смотри, вот эту мягенькую абрикоску одну. Это я уже третью. Я боюсь, что я пока приготовлю все съем. Какое вкусное варенье. Вы не представляете. Вообще просто супер. Супер. Ставлю опять на газ. Закипячу. Залью и пусть постоит. Завтра, я думаю, уже последний день будет, что мы с вами... Смотрите, какая ягодка тугенькая. Видите? Ммм. Как же она добра. Ммм. Все, 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 все. Не драконю у вас. Не драконю, мои дорогие. Ммм. Типело и заливаем. Залили. Залили. Кастрюльку не моем. Чуть-чуть. Вот так покачали. И миской прикрыли. И пусть остывает. И так вот множество раз. И мы на финишной прямой. Я посчитаю потом, сколько мы варили это варенье. Вернее, заливали. Просто у меня не было времени. Его можно было сварить за два дня. Но то поехала, то приехала. Все. Я поставила его уже на плиту. Вот стало холодное варенье. Ничего не заливала. И ставлю его... Ну, свет плохо падает. Ставлю его на плиту. И сейчас начну прогревать. На маленьком-маленьком огне. Начну стерилизовать банки. И уже будем расфасовывать варенье. Варенье просто бомба. Ну, просто бомба. Сама абрикоса, это я вам не могу передать вкуса. Мои дорогие, тут уже вроде бы закипело. Вот эти еле-еле дышит. Вам видно бульбашки вот в этом районе? Еле-еле. И так вот должно быть и у вас, мои хорошие. Потому что если вы будете сильно... Сильно большое кипение, у вас поломается. Разрушится. Смотрите, какой красивый янтарный. Он вроде кажется жидковатый сироп, но не страшно. Он очень вкусный. Вы можете пропитывать им пироги. Ну, а сама ягода, это просто чудо. Чудо. Красиво. Ой, куда я лью? Еще на огонь налью. Немножко искажается просто свет. Я вам сейчас покажу саму ягоду. Смотрите, какой цвет. Видите? Такая красавица. Вот так. Так, сейчас я аккуратненько... Аккуратненько вот так вставлю. Пусть немножко вот так вот простерилизуется. Половничек. Баночки стерилизуются. И прямо сейчас сразу будем насыпать, мои хорошие. Так что варенье из... Царское варенье из абрикосы у нас готово. А если она у вас еще целенькая, да внутри там косточка, так это просто, просто прелесть. Я вам скажу, что вот сейчас вытащить эту абрикосу, разложить ее на сетку, чтобы вся жидкость ушла, и посушить в духовке, это будет такая курага, что никакие восточные сладости не стоят рядом вот с этим изделием. Поверьте мне. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Так, баночка у меня уже готовая. Вот она я беру из твист-оффа, крышкой. И вот так вот потихонечку наливаем. Старайтесь брать сейчас побольше ягод. Вот. А то, что останется, тогда... Ой, видите, одна немножко. Что останется, зальете сиропом и будет для пропитки. Вот так ставитесь аккуратненько, чтобы не... У меня очень просто... Этот полонечек, острые края сильно, на ночь, насыплю. И неприятность эту мы переживем. Так, ну и теперь рассольчик этого. Вам не видно. Вам видно только этикетку мариновой не гребите, да? Вот так вот будет лучше его. Наливаем полную. Вот так. И накрываем крышкой. И зажимаем. Первая баночка готова. Зажимаем. И сейчас переворачиваем. Ой. Горячо. Будьте осторожны, когда готовите заготовочки. Пожалуйста, будьте осторожны. Так, все. Первая банка есть. И так все последующие. Рассыпаем наше царское варенье. Откуда у меня вот эти вот баночки. Томаты мариновой. Я никогда не покупала. Такие хорошие банки. А это Юлечка из Белоруссии. Спасибо тебе большое за банки. Видишь, как банки пригодились? Думаю, я думаю, там огурцы. Думаю, наверное, кто-то когда-то покупал. А потом смотрю, томаты. Это Юленька. Они покупали и привезли мне банки. Спасибо большое, что не выбросили. Они мне, вот видите, как находочка. Спасибо, Юленька. Дорогие, смотрите, 4 баночки получилось. Варенье полное-приполное. И самое главное, что осталось еще и на попробовать, как говорится. Смотрите, какая красота. Я люблю, когда остается, чтобы все попробовали, оценили, настолько это вкусно или невкусно. Давайте мы с вами попробуем. Какой кусочек. Я вилкой беру, видите. Жалко, что вы не слышите хруст этой абрикосы. Это божественно. Знаете, сладко, чуть-чуть кисловатый, уксус дает. Нет, это божественно. Это варенье, я его спрячу. Это будет только для особых гостей. Это варенье, потому что с моими сладкоежками, особенно с папой, ничего не останется. Вот, смотрите, таз пустой. Очень хорош таз. Смотрите, нигде ничего не пригорело. Сколько ему лет этому тазу? Сейчас помою, отнесу хозяевам его. Ну что, мои дорогие, свершилось чудо! Слава Богу. Слава Богу, мы доварили это абрикосовое варенье. Но поверьте, что вот это вот туда-сюда, туда-сюда стоило того. Приготовьте чуть-чуть. Такое варенье можно приготовить целый чи, сливы. Но с угорки там нужно действительно 10 дней выдерживать, залить и пусть стоит, потому что угорка очень плотная. Вы можете добавить специи всевозможные, можно добавить перечили, будет вообще бомбежно. Но если у вас нет уже абрикосы, на карандашик и пусть этот рецепт будет у вас. Когда-нибудь приготовите, вспомните Аллу Ковальчук, что она вас учила готовить. Такое вкусное варенье. Все, мои дорогие, люблю вас. Смотрите мои видео. Впереди еще, я надеюсь, очень много интересного. Самое главное, чтобы Бог дал здоровье, чтобы мы с вами все чаще-чаще виделись и не старели, а только молодели. Люблю вас. Пока. Приятного аппетита.